Первыми словами, здесь должно, наверное, было быть, учитесь мысли так, как будто вас слышно. А далее нужно было бы объяснить, почему это потребовало бы достаточного количества времени и вашего внимания для того, чтобы воспринять информацию объективно. Многие из вас догадываются, что почти за каждым стоящим человеком на планете идет слежка. Все это мы называем по бытовому бигдата или компроматом. Кто-то раньше замечает, когда у нее перестает выключаться компьютер или начинает жутко тормозить. Когда вы внезапно пытаетесь перегрузить компьютер или сменить пользователи. Часто могут появляться сообщения, что вы пытаетесь прекратить процессы, к которым имеют доступ другие юзеры. Кто-то позже появляется, когда появляются папки Windows Old или другие сторонние папки файлов и приложений. И вот уже даже у глупого человека возникает вопрос, а не установлен ли на моем компьютере rootkit. Далее вы начинаете пользоваться телефоном и обнаруживаете, что некоторые приложения, по факту почти каждое, имеет возможность или право до тех пор, пока вы его не отменили в настройках, отсылать кучу данных. Стоило бы проверить на компьютере, в каком порядке по датам в папках находятся ваши фотографии и видео, как они названы или как переименованы. Многие уже читали, как удаляются видео с телефонов, как следят за вами, к примеру, в соцсетях, через установленные галочки «фото», «камера», «микрофон». Что уже говорить о мессенджерах? Я думаю, особо прозорливые догадались, что и Телеграм дырявый, наравне с Вайбером, с Ватсапом. Запуская приложение, вы пускаете в свое устройство посторонних наблюдателей. Итак, почти за каждым из нас есть слежка. Следить за вами могут даже через чайник. О да, каково же было удивление работникам ремонтных мастерских, когда они начали масса обнаруживать микрофоны в китайских чайниках, кофемашинах или мультиварках и прочие девайсы, помогающие следить за своими владельцами под видом интернет-вещей. Все мы задаемся, что делают эти наворочки и зачем они там следят. Сегодня, как никогда, актуальна фраза «пока ты смотришься в телевизор, телевизор смотришься в тебя». Многие современные телевизоры оснащены камерой, микрофонами для общения по скайпу, а смарт-телевизоры подключены к сети. К сожалению, эти технологии заменяются новыми. Сегодня монитор может быть не оборудован камерой. Современные технологии позволяют наблюдать вам без оных, тем более если у вас сенсорный экран. А микрофон способен определять по звуку кнопок на вашем телефоне вводимые пароли или определять количество людей в комнате и расставленные предметы. Фантастика, скажете вы? Реальность. Вы также можете запросто не найти нужную информацию в поиске и вике, если вас добавили в блок-лист на определенные темы. Все зависит от оператора, к которому вы подключены, и от настроек вашего браузера, собственно, как и от его производителя. Итак, что нужно знать о слежке? Нужно знать, чем вы можете быть интересны структурам, либо криминальным, либо силовым, либо через тире. Далее вам нужно определиться, чем и как вы пользуетесь. Определить круг общения. Уверяю вас, если вы чего-то стоите, то в вашем кругу обязательно будет заслониться. Далее я вам продемонстрирую, что мой компьютер был неоднократно взломан. Компьютеры подключались удаленно. А все аккаунты просматривались, и хакеры имели доступ и к гугл-аккаунту, хром-навигатору, и взламывали почту. Мой компьютер удаленно блокировали через учетную запись. Некоторые аккаунты были похищены. С аккаунтов бирж, пока я сижу за компьютером, пытались либо перевести деньги, либо контролировать истории торгов и так далее. То есть, вся информация, что была на компьютере, была доступна хакерам. Скорее всего, из-за установленного рут-кита. Какая именно информация и в каком объеме была похищена, неизвестно. Известно лишь, что интернет буквально подвисал от нагрузки. То есть, понятие «приватная жизнь» для данных господ стерто напрочь. Теперь приходится постоянно генерировать случайные пароли, и даже ввожу я их на экран, несмотря в поля. Так как с технологиями V2K, то есть Voice2School, все может быть украдено по новой. Я теперь вообще слабо себе представляю, что такое интернет-безопасность. Как видно, и интернет-подключение, откуда только не были в Саратской и других областях. Хотя я сижу в одном офисе, и все действия произвожу из него исключительно. На этом скамешоте видно, что мой компьютер подключен вместе в сетке с другим компьютером, откуда бы ему взяться. Здесь какие-то ошибки при выполнении приложения сервера. Тут мой компьютер заблокирован администратором, когда я занимался удаленно. То есть, кто-то меня администрировал. Пароли, которые я менял в Google аккаунте, на этом скриншоте, как видно, откуда только не были. И откуда-то Степное, и Шихан, и Татищево, и еще куча разных мест. Кто-то продолжает интересоваться, использует, как видно, интернет-эксплорер, отсылает файлы. Вот сейчас захотел просто поделиться файлом через ВКонтакте. Захожу, а у меня тут, понимаете, в вкладках в кэше находится то видео, которое, оказывается, я даже переименовать каким-то образом успел, понимаете. Постоянно удивляюсь, думаю, как это так? Понимаете, вроде не трогал видео, не переименовал, а кто-то уже отослал, кому-то уже интересно. А файлы на айфоне были вообще часть переименованы. То есть, допустим, MOV переименована в PNG или в JPG. И каким образом это происходит, у меня на голове волосы лезут. Мало того, куча файлов была переслано кому-то через мессенджеры, и поэтому появились копии, которые обычно возникают, либо когда ты пользуешься мессенджером, пересылаешь, либо когда ты пользуешься андроидом. Поэтому на будущее я вам скажу, забудьте о том, что яблоко ваше невозможно взломать, или Windows ваш настолько надежен, что кто-то не может его вскрыть. Все цензурируется, абсолютно все цензурируется. А о том, пасут ли ваш айфон, лазит внутри, можно достаточно легко определить. Если вы берете, заходите куда-нибудь что-нибудь написать, у вас включен Wi-Fi, у вас включен Bluetooth, а текст вы набрать не можете. Что происходит с телефоном? Значит, ваш телефон закачали какую-то дырявую прошивочку, или используют какое-то неправильное приложение, ошибки приложения. Будьте внимательны. Если вы Target Individual, у вас все в прослушке. Через микрофон компьютера, и просматривается через монитор, особенно если он тачскрин. Что уж говорить о фронтальной камере. Защищайте свой компьютер обновлениями и антивирусами. А также разберитесь в настройках подключения удаленного стола. Удачи вам! Подписывайтесь на мой канал в YouTube, лайкайте, делитесь видео. И храни вас, Земля Матушка!